I have ways of blowing things off Что нас в конце, видимо, ждет босс Вон та огромная меха-фигня Которая... Присядь Которая убила Джонни Которую мы видели в начале Мне, честно говоря, не очень оптимистично С ним драться На пешеходном мосту стрелок Опс Ладно Я не понял, что именно рвануло Это такое, по мелочи Мне... А, мне, наверное Мне надо было внутрь залазить Что-то как-то серия началась Очень... Очень не очень Что, ха-ха? На пешеходном мосту стрелок Принято Белый бенжак Подберяю Вража крионет Вот, кажется, и все Кажется, да Очень хорошо Осталась одна проблема А какая еще? Нэтанер Арасаки Она взяла под контроль все сети Надо от нее избавиться Иначе у нас не получится перехватить платформу Она прячется в достроенном доме Недалеко от позиции второго снайпера Хорошо, иду к ней Ну ладно Пистолет для этого вполне годится Оооо, вот это Читать я не могу Ладно, спасибо опасная зона и 5 добраться до нейтронера то есть в конце концов мы блин всем будем заниматься да спасибо карл спасибо поешь я щас поенным на балкон добираемся для нейтронера то есть по сути как я думаю что у нас будет такая полу ухты жила тут красиво круто меня вырубили плохо дело хватит работать пора отдохнуть и это как же без вас а это босс оба санада я спорта буду воевать серьезно сейчас чувак разберемся погоди я себе прокачал скорость на клинки так что успокойся ты не давай 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 это лучше оружкой меня бей ну в смысле огнестрелом чем холодным а как а он попустил меня он поступил со мной также он поступил бы со мной так же вы же видели я этого не забуду больше тебе уже ничего не помешает нужно как можно скорее двигаться дальше не убить не могу ну смысле наверное она уже мертва ну ладно ладно это был не тот босс я в системе это был не тот босс которого я ждал я ждал этого огромного меха что она делает пытается кому-то звонить подслушай не забудь выключить сигнализацию тогда я смогу Верьте, что я не знаю, что-то в этой стране. Но у нас уже не будет связано с ним. И что-то такое-то. Если ты не хочешь, то... Верьте, ты не хочешь! Я не знаю, что же. Ты? Я. Нужно выбирать, что-то еще не хочу. Что-то, что-то делать. Я не хочу делать. В этом магазине, что-то... Думаю, все. У них есть помощь. Ничко не говорит. Но ты говоришь, что ты не хочешь. щитом и ям и да ума и на антенге дай чтахара не сам я его и массу ариката а на ку секаку . да я его и на керева курика да город системы заблочены можем начинать то есть он сейчас там появится или где-то ты вырубил молодец блять 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 он ее грохнул он ее не грохнул что он сделал но мы в полной жопе знал что ему нельзя надо было держать его в узде все мы договорились отлично так а ты что такое ох тут сложный взлом если чем скинцы а где он 55 то возьму 7 а 7 алиди понятно я не ту линию выбрал да а вот откуда кстати а бабло беру понятно я спрошу откуда у меня столько бабла да хорош блин спотыкайся об этот пенек постоянно а погодите него что интересно то что я взял снаряжение снаряжение револьвер кстати это нужно разобрать 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 это блин оружие так скачет фиг поймешь что к чему так это нафиг это не нафиг это 177 183 это нафиг я подобрал неплохую снайпу по моему да так папашку нафиг все теперь из одежки да то есть у меня трехслойный не луной плащ 58 единиц дает не восприимчивость кровотечению кстати неплохо 93 это прям лучше 85 тоже хорош 51 то есть я наверное вот это увеличивает показатель брони увеличивает показатель брони ячейка модификации модификации сюда можно еще какую-то впихать одену вот эту штуку посмотрим потом чем помоете по модификациям вместо маски у меня есть боевая оптика контара давай я не против оптимально все сделаем так костюм вот 61 армейского до ласка арасаки одеваем хорош так ну и вместо шлема у нас ничего пойти почему многослойный шлем с гарнитурой 14 единиц брони армии армидный с карбоновым покрытием 21 22 как будто раз эти 2221 дети а вот это вот один неплохо неплохо стал на констал на человека похож хорошо валим отсюда 5 нет да что там на улице они там ладно ну как я вам и говорил что да серьезно где-то фигня мигает я не вижу ладно оба молодец чувак так я не так хотел я хотел слышу блин взял и грохнул кого-то просто так кому тут еще гражданских свобод не хватает а я в бою черт ладно а все не в бою нормальные на улицу поехали ты еще жив да баба то что вы о чем вообще думали нет времени объяснять найти меня и где вы меня в зале гибнем комплексе апартаментов на вайн-стрит третий этаж номер 30 постучи четыре раза быстрее вакаку нам еще что-то пишет ну и все мы и ты не лезь в кадр в курсе что у вас стабилизация фигуры смотрите как у вас камеру трясет елки-палки кимура снимаем еще раз ну-ка давай ну дубль один погоди снимаем еще раз да 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 согласен дай снимаем еще раз что все что ли да ну ты офигела как побесить тебя там то-то все то что сразу после мусорки ты себя считаешь таким плохим репортером что сразу пошла на мусорку выбрасываться твое умение работы с меня не порадовало хорошо а моя машина стоит здесь добраться до укрытия так минуточку я проверю задание квартира 33 главные не ставки никогда не ошибаюсь даже если очень хочу я тебе сразу сказал что это за забракованный рот не сервера саки разыскивает его за похищение дочери собора ночью зовете а в гости что же мы пойдем не так ли главное не забудь постучать четыре раза пожар желательно ему по голове блин джонни красавчик вот этот комментарий сколько там ехать 900 метров в принципе ладно помните когда мы с этим с мумбой дрались в церкви я устал что теперь все битвы с боссом будут происходить таким образом то есть как он до добман дробман доберман ну чувак из брейн-дансов мы его мочили каким-то оружием очень долго и упорно а потом когда мы подобрали уже рукопашное оружие мумбу мы этого в церкви мочили и мы его просто затыкали ножиком вот такой же самый сейчас был босс файт с вот этим вот я пошли которого мы грохнули то есть просто сколько мы один раз наступили похилились и все мы его просто затыкали ножиком стыкали ножиком а чувак там аугментированные у него эти руки богомол или как они там назывались у него там джетпак встроенный в задницу у него еще что-то было оружие то-то сета но нет блин кухонный ножик раскачанный на сколько там плюс 15 или что-то такое оказался непосильной задачи для такого перца так что ему пришлось селиться глава но он не глава он у нас защитник там чуть ли не 3 фигуры в одной из крупнейших караках корпорации мира убит ножом хорошо спасибо игра ты просто супер хух я читаю ждал что он его выслушать на самом деле я понимаю что может она все знает в общем прикол ну то есть она с юринобу разговаривают вот так вот запросто возможность не поделился плана постучать четыре раза заходи только побыстрее я боялся что тебя схватили рассказать что за цирк перенасыщить раз до этого нас тоже искала арасака ладно ради такой известной персоны как ханака всех ищеек поднимут на уши я понимаю вы же понимаете по нашим следам идет вся армия арасаки это правда не будем терять времени поэтому да надо ты с ней поговорил да или или да и я предложил ей чай вы похитили ханака арасаку и предложили ей чай она вежлива отказалась скажи всю правду о юринобу ничего не приукрашивай и четко назови свои условия может к тебе она прислушиваться тут чипы кстати и к и японские демоны прошлого и настоящего они живут на горных вершинах реках и океанах на городских улицах и на тех этажах мега башен чих номерах есть цифра 4 кстати да у них же цифра 4 это несчастливое число на него стараются исключить как можно чаще и больше они могут поселиться у вас стиральной машине или инфо визоре некоторые появляются в одних и тех же местах другие предстоит определенного человека это из-за них вы слышите странные звуки посреди пустыни за них вам кажется будто за вами кто-то наблюдает хотя вокруг не души из-за них вы все время замечаете боковым зрением то что не видит больше никто даже если рипер просто настраивал ваши импланты совсем недавно первое упоминание о якаях японской литературе датируется 797 годом это сверхъестественные существа тесно связаны с загробным миром живут японском сознании сам возрождение анимизма противоречий никаких не видите ровно прямым текстом сказано живут в японском сознании так что они нереальны нельзя сказать что японцы верят в якаев они просто знают что я к и существует помимо призраков демонов и других загадочных существ созданий кикаем относятся оборотнем абаке или баке моно считается что они способны принимать облик человека без лица одноглазого пугало или животного кстати одной глазой пугало реально пугало легенды гласят что до постижения что по достижении определенного возраста кошки превращаются в баконеку эти якаи умеют ходить на задних лапах разговаривают танцевать и превращаться в человека некоторые даже пожирают собственных хозяев и занимают их место иногда баконека приходят к людям во сне умеет они и пробуждать мертвых для этого им нужно всего лишь перепрыгнуть через тело усопшего но но этом на этом способность баконека не заканчивается так увидев рядом кошку о двух хвостах следует насторожиться это некомота йокай способный проклинать живых и управлять мертвым в человеческом обличии некомота выглядит как сварливая старуха который вызывает у окружающих необъяснимый страх и тревогу впрочем спешим успокоить наших раз русскоязычных читателей пока на русскоязычных видимо там было англоязычных изначально баконека вы увидите разве что в виде фигурок манеки неко в сувенирном киоске настоящие кошки в наши дни встречаются реже чем какой кстати да с кошками найти для гурманов о путеводитель по blue pepper and spice black and slice жулай короче читайте если вот так вот я был в компэйке плаза в тот вечер когда убили собура арасаку там чего не отравили это ложь которую распространяет ваш брат он и есть настоящий убийца нужно быть сумасшедшим чтобы всерьез говорить мне такое понимаете я такой наглый потому что мне нечего терять у меня в голове ваш экспериментальный биочип благодаря ему я смог выжить после того как мне выстрелили в голову только вот теперь этот чип меня убивает энграма одного из ваших конструктов переписывает мое сознание если я не найду способ это остановить то моя смерть будет очень печальной ханако-сана он свидетель преступления которые совершил ваш брат мы подтвердим каждое его слово если вы поможете ему с чипом ханако-сана ну ханако давай раздупляйся ну ты слышал иди проверь фига ли я у меня очень плохое предчувствие блин тут мех этот будет мех вот там вот эта фигня механическая не забрал ну как бы ребятки то что вы меня не тронете же не означает что я вас не трону закрыть огонь закрыть заберитесь не зевать а ты живой по выбраться сейчас из этой помойки локко убей или будь убить об чуваку поплохело немножечко случайно быстро быстро они выглядят кстати как самураи у вас у вас ребята у вас у кого же еще не у меня же погодите я разве нет ранера не убил ладно отвратительное красный вот этот восхищение успокойся ты блин прикладом он тут своим бьет оружие он тут взял броню надел ты прикинь чувак на полезный пор бестерс все выбрались смей падать в обморок ты меня слышишь ну понятно срочно валить из города а прям так на самом деле некрасиво то что мы бросили таким уру ну игра нас отрезала по моему у нас не было пути выбраться рядом с вами может находиться один из программы что ким отеле строят специально для неудачника вроде нас кондер не пашет под матрасом старые шприцы толчок забит некоторое время спустя и и и мы же от найт сити всего в паре километров тот кто уезжает сюда не заворачивает а тот кто приезжает ночует сука в городе кому нужен мотель посреди ебаного ничего нам например сейчас правильно я за два сраных неудач не могли обнулить еще когда не кимура похитил ханак а вот что бывает если встать на пути корпорации это не просто значит вляпаться в дерьмо это значит упасть в огребную яму если кто-нибудь постучит разноси дверь к хуям мне не усралось закончить как так и мура неинтересно что с ним не кажется он до сих пор жив слышишь . да . это таким ура блин блять только один палец на спуске в мне кажется это таким ура откуда у меня это что не подходи кто там я спросил кто там и пм нет нет блин только не она открываю наконец это не она фу блять что там за дерьмо на стене кровь да мотелю это последние звезды стоил ну так что спасла не а где она она перед тобой тебя послали и ты пришла начнется что начнется говорить можем нормально кукла или прокси не а ты будешь передавать что-то сейчас чревовещание начнется я должна сразу кое что пояснить мое мнение а понятно кто это ханако 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 да это вы я больше не могу себя обман я верю тебе хорошо что дальше ну допустим вы поверили в мои рассказы что дальше юри ногу нанес удар в самое сердце корпорации как она нас нужно это действовать пока рано свежа и ты мне поможешь ты живое доказательство его преступления поэтому ты хочешь чтобы я моими руками что-то сделать чтобы меня убили в процессе да круто вы не в том положении чтобы ставить слове давайте поможем друг вот вот этого вы помогите мне наверное я не ясно выразилась нам надо торопиться я тоже довольно сильно спешу умираю понимаете так по-хорошему из моего трупа будет довольно хреновый свидетель я понимаю расскажите мне все что знаете о микоши хорошая оптика то что я знаю про микоши это один из главных проектов моего отца цифровая крепость с серверами которые размещены на орбитальных станциях мы полетим в космос в своем роде это такая библиотека конструктов личности оцифрованных душ или тюрьма зависит от точки зрения нет мы не полетим в космос там ты спасения не найдешь ты ничего не знаешь ни о биочипе ни о процессе создания конструктов он дал мне чертежи биочипа я нашел вашего перебежчика хельман прятался под крылом у кантау мы поговорили он сказал что инграма рано или поздно меня поглотит этот процесс нельзя остановить удивительно категоричное заключение для ученого по крайней мере я получил чертежи биочипа у меня есть вся информация о технологии какая-то техническая документация это пригодится даже очень я бы сказала учитывая что хельман еще жив я свяжусь я объясню что из-за рассаки не убегают через черный ход мне удалось связаться с альт каннингем с той самой да да которая изобрела души губ у меня есть его измененные версии она должна нам пригодиться это все что у нас пока есть вот зачем нужно верить и побочные боковые главные задания боковые предлагаю встретиться лично в углях в центре города там безопасно последний раз когда мы лично встретились очень хорошо закончилось ну ладно и тебе теперь следует быть очень осторожным расскажи мне об этом куклу надо убить куклу надо убить что было бы проще если бы сюда вломился спецназ рассаки получили что хотели что хотели что тебе не так меня да иди ты да ты сам подумай еще вчера ханака жила в волшебном мире с пони и радугами а что перед ней оказалось сегодня чужой город брат-убийца ну и херовый ворс поэтому она и послала прокси она одна ей страшно еще больше чем нам аааа щелк что что ты там щелкаешь к твоему ошейнику пристегнули поводок погодите я пока что-то не вдупляюсь это это эмм Таделла Мэйн блин рядом с вами может находиться один из пропавших транспортов ясно ну как еще что-нибудь скажешь про фарфоровую супу бля так приготовься бля вот вот эти приступы вместе с да нифига ты не умираешь успокойся не дадут поиграть за джонни пожалуйста это было бы интереснее джонни так пахнет морской бриз вставай в пасифике в это время красиво да не умер ты чувак все нормально игра еще не закончилась ты не сдохнешь пока игра не закончится приступ меня чуть не от нули почти мы в пасифике он же сказал блин ну что за тупые вопросы ну в пасифике что это за здание бывший отель пистис софия сейчас мы единственные гости хочу тебе кое что показать идем что значит держал ладно почему ты привел меня сюда погоди минуту сейчас узнаешь пока он звонит полотела не мог же я тебя там просто бросить ну думаешь не принять ли река от подумаешь не принять ли лекарства мести реально хотел принять лекарства мести спасибо за помощь ну спасибо за помощь спасибо что помог для этого и нужны воображаемые друзья да значит воображаемых друзей блин чувак тебя колбасит офигеть просто когда-нибудь да благодарю тебя как только смогу ловлю на слове что блин что за два тупых варианта ответов ладно давай этот пофиг мне недолго осталось дня два я же говорю реально суть потому что изначально у нас была неделя это походочка от бедра от бедра полезай через окно думаю с этим то ты справишься фигак ты хотел знать зачем я тебя сюда привел вот тут где я стою есть тайник открой его и посмотри что там вот тут где стою ну ладно я думал в полу где то что-то ну ладно и чё это твое было раньше теперь уже твое зачем ты мне их отдаешь док такс представь что мы на войне сражаемся вместе плечом к плечу скажи ты закроешь меня от пули да потому что ты в данном случае живешь в моем туловище поэтому когда в мое туловище будет лететь пуля то конечно да 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 закрою это жетоны человека который в мексике пожертвовал жизнью ради меня я долго думал о нашей истории надеюсь ты понимаешь что я на твоей стороне нет чувак когда придет время я отдам за тебя жизнь а сам исчезла жетоны напомнит о моем обещании поступил так же но смысле но это тело всегда было моим так то по-хорошему но ты как до красивый жест но все что ты можешь мне предложить у меня уже есть это тело моё и всегда было моим поэтому и решение придавая пока что забудем об этой теме если ты не против с одной стороны с другой стороны неужели ты правда думаешь работать с у тебя есть предложение я слушаю есть идеи получше еще нет но есть просьба например адам смеша тот хуй который меня убил но надо его грохнуть дамы со мной не случилось я хочу знать что его конец будет мучительным и страшно от кухонного ножа вся вся рассака будет знать что этот мудло сдох от кухонного ножа тебя это устраивает пойдем уже отсюда хорошо хорошо я хочу чтобы с тобой пошла бестия нет для меня это также важно как и для она же не адекватная бестия давно таким не занимается вести уже давно не участвует в операциях для этого у нее есть люди с чего бы ей рисковать своей головой с того что я ее попрошу лично просто прими таблетки мести я по-быстрому решу все вопросы ты понимаешь что я от этого плана вообще не в восторге и я поговорю с бестией насчет смешера и сразу отдам тебе тело обещаю хорошо годится не я ему доверяю кстати расскажи по пунктам что ты хочешь делать я скажу бестии правду и попрошу ее о помощи привет меня тут выгнали из ада нет нам не нужно просто сказать и про смешера и повспоминать старые времена она сразу клюнет да давай хорошо я это сделаю ради тебя спасибо тебе и отвези меня в по смерти обещаю ты не пожалеешь о своем решении это звучит интересно не вроде получше пора идти на мне еще покалывает там где у тебя сердце это уже вряд ли пройдет отель пистис софия я правильно запомнил хорошее место чтобы умереть но не сегодня ок 3 я схожу это это мне интересно я так понял что плен это у нас не по основному пока он звонит колокол это отсылка на химингуэя здравствуйте если что книга так по следам прошлого но все мы вот это я наверное сделаю перевели бестию в боевой режим теперь наконец пойдемте во-первых не буду скрывать не рекомендовали пройти задание для для джонни во вторых а это вот эти остатки мумбы которые тут были которые тут есть которые пофиг тут вроде перца у которых можно тачку угнать да оооо вот этот вот залив конечно да прям залив залив тачку ну сюда есть сюда 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 кис-киск-киск-киск спасибо подойдем и сделать вид что подъезжает смотрите не не сделает тачки на меня просто пофиг обозреть нарушителя порядка на тюле какие улики какой порядок идите в задницу у меня два дня осталось через два дня персонаж сдохнет к чертям ну примерно два-три дня три с половиной километра так нет едем до ближайшего фаст тревела а годите а возле по смерти у нас есть fast travel да есть поэтому мы сейчас разворачиваемся и жмем на педаль до fast travel и не собираюсь ехать три километра на этом корыте не знаете что интересно всегда в роликах к этой игре там предрелизных всякое такое у них была другая машина но таки не общайся сама с собой вот и почему мы ездим на этой машине где-то машины нам не предлагают купить или как-то все происходят эти карты и на тот fast travel находится черт знает где игли так далеко-то блин дай а вон он вы же не будете говорить о горит 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 почему с дробашом в бою нельзя делать fast travel почему с чертовым дробашом так погоди папа папа папам снаряжение сфигали у меня какой-то чертов дробаш вместо моего улетного ножа так это надо разобрать у день дюмару извините 554 565 сходу лучше вот у меня наконец-то человеческая катана появилась привет 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 я смотрю ты немножечко подшаманила туда есть у меня наконец появилась человеческое оружие а как же чувака убить ножом надо будет подумать над этим так и в 5 хорошо откуда мне это катана я наверное забрал у кого-то то есть она какая-то трофейная и у нее сходу ну понятно что фиолетовая пушка у нее сходу получается урона больше чем у ножа который я качал так что все нормально все хорошо вода горит какие у нее модификации погодите снаряжение выгляжи конечно как ушли пан так вот этот катан мы конечно разбираем она у нас все равно клинковая эпическая культовая физический урон 71 87 тот физический урон 82 100 кстати выше чем на катание вероятность критического попадания очень хорошая критический урон тоже хорошая вероятность кровотечение суперская качнуть я ее не могу скорее всего да потому что у меня нету эпических компонентов для улучшения все ну вот эти вот есть а вот этих вот нету это печаль она бы взлетела кстати на 20 единиц урона не нормально в принципе не этого урона вот хватало всю игру по идее то есть по идее урона ножа нам хватало полностью мы сейчас получаем эту катану и у нее урон чуточку повыше там примерно один уровень повыше вот поэтому я не думаю что с этим у нас возникнут какие-то проблемы походим с этой катаной нож я никуда не буду девать по той простой причине что его всегда можно еще разогнать вести должна уже сейчас прийти поговорить с ним ну я готов поехали я готов 20 миллиграмм сначала сжать таблетку потом проглотить ну наконец-то ты какой-то другой прическу сменил нет как хорошо вернуться мне казалось ты не уходил что будешь пить не буду не буду ладно были в глаз все анимацию я не буду это пить можно не пить эту гадость пожалуйста черта играю за джонни у джонни нету варианта отказаться от фигни да ладно там они повторим я дам тебе свое тело отлично я его набухаю елки-палки смотри смотри смотрите анимацию наливания ну 1 1 стакан просто она ли налетка из-под прилавкой я подумал анимацию наливания мы не будем делать нет мы просто не будем делать никаких анимаций мы сделаем можно и начинать а почему ты в тот же стаканик ладно третьем четвертый пятый шестой как попал это все кассиус рейдер кассиус рейдер слышала когда-нибудь о нем это то и рост а ты откуда его знаешь мы пересекались так где мне его найти у него салон вот на пашин ст нет ну так что делаем козла или ту другую ну косячит так по полной другую он будет в восторге уж наверняка жеремая грейс он вроде работает на smash но я тебе этого не говорил да я тебя вообще не знаю да кое-что общее у нас с ним все-таки было руби коллин сначала я ее трахал а потом грейсон какие текстурки там киндам знаете я последний раз увидел какие анимации выпивание и хватание рукой это было в вайсити там тоже руки были такие квадратные он тоже так держал стакан и всякое такое ну ладно что с тобой адское создание пробую конечно есть кое-что получше эй это ты руби а ты что обо мне слышал поехали расскажу что именно а ты покажешь врут или нет только сейчас разберусь тут кое с чем знаете эту ситуацию когда у вас приятель просит приставку погонять или тачку и ты такой потом что с этим делал то же самое это то что сделал бы джонни не я но это то что сделал бы джонни влезть в драку это святое поздно тебя на улице за дверью стояла поехать ко мне мою за ногу куда едем на мартин стрит но сначала покатаемся какой же отбитый чувак вообще на всю голову снесенный нет нет это я к тому что не конечно принимал свои решения и просрал свою жизнь но посмотрите какие решения принимает джонни и как он просрал свою жизнь я думала мы умрю руби наверное позвоню руби соберись мне надо поговорить с грейс я вернулся и всегда с утра крови обезтие понятно пожалуйста давай не будем про это окей я еще при первой встрече подумала что кого-то ты мне напоминаешь не гони тебе джонни рассказал ты кажется не удивлена ты не слишком удивлена вчера уже успела поудивляться только ты похоже ничего не помнишь но какую-то часть помню слава богу не все он позвонил мне утром я конечно решила что это ты подумала какой милый мальчик жалко что так быстро слетел с катушек и что приехала посмотреть просто из интереса а и встретила джонни сильверхэнда он рассказал тебе про смешера про смешера да я не знала что он вернулся в найт сити джонни узнал кто на него выведет погоди грейсон джеремия грейсон работает на смешера джонни вытянул инфу из какой-то стриптизерши не спрашивать так и буники вот и вся инфа я посмотрю что с ней можно сделать скоро мы доберемся до этого мудилы я могу чем-то помочь в таком состоянии нет не можешь позвоню когда что-нибудь узнаю давай руки надо же этот мудак сидит у тебя в голове ты бы вставай да блять сделал мне сказал что только поговоришь с бестией так я и поговорил стриптизерша драка в эмпатии татуировка это все части плана я должен был предъявить бестии что-то конкретное и буники инфа по грейсону который может дать инфу по смешеру ну да инфа об инфе это конкретно бестии этого хватило заканчивая ныть и дельтуем отсюда согласен согласен хорошо поехали позвоните пока бестия позвонит на следующий день хорошо ребятушки значит а что у меня с экраном откуда эта полоса риджина джонс идет в задницу что это за полоса у меня на экране то ладно и 5 и будем ждать звонка бестии тогда уже в следующей серии пока что это звучит неплохо спасибо что были с нами ребятушки видимся тогда в следующих сериях пока что всем удачи добра бобра всем молодушек всем пакета заинтересовала а а